Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Луна Парк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркурьева. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. Первый звонок в новом учебном году прозвенел во всех школах Анапы. На первом уроке, посвященном изучению Конституции Российской Федерации, старшеклассники вспомнили общее положение главного закона страны – гимн, государственный флаг и герб. На первом уроке в новом учебном году 11-классники вспомнили государственные символы России, повторили содержание Конституции, разобрали основные положения, права и обязанности граждан. В теории о практике исполнения законов на уровне исполнительной власти школьникам рассказал почетный гость школы номер 4, мэр Анапы Сергей Сергеев. В школе номер 4 в 7 первых классов приняли 252 школьника. В школе номер 6 сформировали 4 первых класса. На учебу приняли 160 мальчишек и девчонок. Наконец-то были мечты. Впереди учеба. Всюди яркие цветы. Этот день особый. Первый урок первоклассников посвятили Олимпиаде. От начала истории в античности через современность до будущей в Сочи. Ребята выучили стихи о спортсменах и олимпийских играх. Читать впервые перед большой незнакомой аудиторией уже победа. Для сражений мирным будет поле боя в стадион. Пусть в Олимпию прибудет кто отважен и силен. Первую школьную дружбу кто-то сохранит на всю жизнь. А пока первоклассники знакомятся между собой с учителем, системой уроков в школе и домашними заданиями. В будущем у каждого 11 лет школьной жизни, интересной и увлекательной. Из города в сельскую местность здесь тоже прозвенели первые школьные звонки, приглашающие в новый учебный год. В школе номер 24 «Хутор-Утаж» День знаний отметили в 65-й раз. За это время в школе воспитали три поколения селян. В новом учебном году в школе самый маленький первый класс. На линейке приветствовали всего девять первоклашек. В школе номер 9 поселка Виноградный на торжественной линейке принимали почетных гостей. С началом учебного года школьников, родителей и учителей поздравила первая вице-мэронапа Светлана Яровая. К приему школьников готовились все лето. Отремонтировали классы, привели в порядок внешний вид здания школы, коридоры и спортивный зал. Каждому школьнику вручили подарки от губернатора Кубани Александра Ткачева, яркие наборы для изучения кубановедения. Многодетные семьи получат полагающиеся по закону земельные участки к концу 2013 года. Мэр Анапы Сергей Сергеев напомнил, еще в начале года многие не верили в успех этой работы. Сегодня результаты заметны. Обращений меньше, люди получают то, что положено по закону. Памятники и мемориалы в Анапе приведут в порядок. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева, каждое памятное место внесут в реестр и назначат ответственных за состояние исторического культурного наследия. На первой неделе первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая запланировала посещение социальных объектов капремонта и строительных площадок. Освоение средств из бюджета всех уровней на объекты социалки должно проходить строго по плану. Сергей Сергеев отметил работу начальника управления социальной защиты Надежды Терентьевой. Ей не надо повторять дважды. После первого и единственного замечания специалисты ее управления работают идеально. За патриотизм и многолетний вклад в развитие молодежной политики медалью отметили работу начальника управления по делам молодежи Александра Козлова. Почетную грамоту мэра Анапы получила руководитель пенсионного фонда в Анапе Лариса Огородник за добросовестный труд и личный вклад в развитие системы. 3 сентября в России день памяти жертв терактов. В Анапе на аллее боевой славы прошла мемориальная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Молодежь, жители и гости курорта пришли почтить память всех, кто погиб во время войн и террористических актов. Вспомнили сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В Станице Благовещенской открыли сезон профессионального бокса. На территории пансионата «Ласковый берег» прошел первый турнир в память Андрея Андреева. Он не был спортсменом и, не дожив даже до 30 лет, успел много сделать для развития спорта. В память погибшего Андрея Андреева друзья и родственники бизнесмена организовали турнир профессионального бокса. Отец Андрея Андреева, полная тезка, в память о сыне организовал первый турнир в Анапе. В планах проведения ежегодных турниров. И в воскресенье 8 сентября в Анапе пройдут дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования по Субсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26. Под председательством главы города Сергея Сергеева прошел Совет безопасности, где обсудили меры по обеспечению законности, правопорядка и готовности учреждений, предприятий, служб города к выборам. Во время выборов 8 сентября в школе номер 11 для двух избирательных участков будут работать творческие коллективы курорта, а предприятия торговли и общепита обеспечат широкий ассортимент продукции по самым демократичным ценам. Это был краткий обзор главных событий. Смотрите сегодня. Осторожно, самострой. Опасно для жизни и здоровья. О состоянии алкогольного рынка сегодня рассказала начальник управления торговли Виктория Зиборова. 8 сентября в Анапе пройдут дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования по Субсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26. Жизнь на Сахалине так, как она есть. Анапчане сняли фильм в стиле роуд-муви. А Анапчан и гостей курорта ждут в гости на ежегодном фестивале на Атамане. Сейчас обо всем подробнее. Самострой в Анапе явление не только уродливое. Некоторые дома представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей. Один из таких самостроев вырос в центре города, в районе городской школы номер 5. В центре города на углу улиц Терская и Пролетарская без разрешающих документов и согласований за рамками безопасности и с нарушениями границ выросла многоэтажка. Застройщик запросил разрешение на строительство трехэтажного жилого дома. Получив, выстроил шесть этажей многоквартирного. Индивидуальное строительство будет три этажа. В результате, посмотрите, что делается. У нас все схвачено, у нас все налажено. Все, понимаете, ведь это же безобразие. Что делается, во что превратили город Анапу. Какой был город? И сейчас. Ведь это скоро будет второе Афины, понимаете, где только дома. Как только строительство превысило положенных три этажа, администрация города обратилась с иском в суд. Но пока шли судебные разбирательства, самострой рос днем и ночью. Дом влепили между соседями. Купить квартиру в новом доме застройщик предлагает уже сегодня вместе с новым жильем обречь себя на вечной муки, судебной тяжбы и войну с соседями. Условия проживания здесь минимальны. Нет детской площадки, нет парковок, нет коммуникаций. И главное, нет уверенности в безопасности для жизни и здоровья. Для хозяина участка под домом главная ценность – жизнь измеряется в миллионах. По иску администрации Анапский суд, дом на улице Терской, 219, приговорил к сносу. Соседи такое решение поддержали. Мы поддерживаем нашего мэра, который взялся за вот это вот безобразие. Я вот в этом году была приятно удивлена, что в парке, в который мы ходим на море, что нет здесь этих палаток, что убирается, что чистота. Я, например, считаю, что это заслуга нашего мэра. Узнав, что дом идет под снос, застройщик обратился с апелляцией в Краевой суд, который на основании судебной экспертизы решил отменить решение Анапского суда о сносе. Да, самострой можно узаконить, если он не угрожает безопасности и здоровью граждан. Но здесь уже напрашиваются вопросы к экспертизе. С обеих сторон до соседних участков и домов расстояние меньше метра. Пожарным и спасателям сюда не добраться. А это потенциальная угроза жизни людей при ЧС, хозяев новых квартир в самострое и жильцов соседних домов. Проблема с коммунальными сетями – вода, свет и газ. По закону предприятия, поставляющие услуги не имеют права подключать самострой к коммуникации. Да и нет здесь таких ресурсов. Мощности рассчитаны на подведомственные старые дома советского периода и школу номер пять. Коммуникации они собираются от пятой школы везти. А вот парковка, я не знаю, где они собираются ставить ее парковку. Конечно. Если в нашем дворе будет, то скандалы будут. Мы, конечно, не разрешим. Ну, конечно, мы против, если у них самострой получается. Специалисты управления архитектуры и муниципального контроля напоминают, перед покупкой квартиры в многоэтажке надо проверять списки добросовестных и нелегальных застройщиков на официальном сайте администрации Анапы. Риск – дело благородное, но в одно мгновение можно стать несчастливым обладателем нового жилья, а обманутым дольщиком. Или купить квартиру в доме, в котором просто небезопасно жить. Как, например, на Терской, 219. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Продолжаем выпуск. Мэр Анапы Сергей Сергеев взял вопрос на ведение порядка в городе под свой личный контроль. Строительство, благоустройство и торговля теперь организованы по правилам. Разрешено все, что не запрещено законом. За восемь месяцев в Анапе изъяли 54 тысячи литров нелегального алкоголя. О состоянии потребительского рынка отчиталась начальник управления торговли и потребительского рынка Виктория Зиборова. В Анапе работает 802 стационарных предприятия розничной торговли и почти 500 предприятий общественного питания. 345 работают с лицензией на продажу алкоголя. Остальные торгуют из-под полы. Суррогатными напитками на розлив торгуют в ролетах. В ассортименте чача, виноградная, абрикосовая, коньяк миндальный, шоколадный, вишневый. Названия привлекательные. За качество продукции продавцы не несут ответственности. На сегодняшний день в Анапе имеют лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции 370 организаций на торговлю в 755 объектах. Из них 476 объектов общественного питания и 279 розничной торговли. Хочу заметить, что 131 объект за этот месяц получил разрешительные документы. Я считаю, что это наша вместе совместная работа. Для предотвращения продажи некачественной алкогольной продукции и алкоголя без лицензии специалисты Управления торговли создали рабочую группу по пресечению несанкционированной продажи алкоголя. Профилактика нелегальной торговли алкоголем под личным контролем мэра Анапы Сергея Сергеева. В составе рабочей группы 24 сотрудника администрации, председатель Совета депутатов Леонид Кочетов, главы сельских округов. Начальник отдела Роспотребнадзора, начальник отдела МВД и атаман Анапского районного казачьего общества. С 16 августа каждый день работает 18 дополнительных мобильных групп. За 8 месяцев 2013 года составили 279 административных протоколов. Изъяли из незаконного оборота почти 55 тысяч литров алкоголя. О незаконной торговле алкоголем в неустановленных местах можно сообщить по телефону 5 80 47. В администрации города-курорта состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии Анапы. Наркомания – проблема века, трагедия современности. Чтобы молодые люди не попали в ее губительные сети, а уже попавшие смогли поскорее выбраться, в нашем городе действует антинаркотическая комиссия, созданная по инициативе мэра Анапы и действующая на постоянной основе. На повестке дня 5 вопросов. В докладах выступавших статистика распространения, продажи и употребления наркотических веществ. Подробнее о совещании расскажет Алина Гумерова. На очередном заседании комиссии обсудили меры профилактики наркомании среди несовершеннолетних. В начале заседания глава Анапы Сергей Сергеев высказал ряд замечаний о неэффективной работе комиссии, которая превратилась не в боевой орган противодействующей наркомании, а в статиста. Такую работу Сергей Сергеев считает неудовлетворительной. Для кого? Для чего это делается? Для того, чтобы галочку поставить? Чтобы вы провели антинаркотическую комиссию? Или для реальной работы? Чтобы с этой заразой можно было бороться? Начальник управления по делам молодежи Александр Козлов в своем докладе рассказал, какие мероприятия антинаркотической направленности проводятся в молодежной среде. Широкомасштабные разовые акции, круглые столы, профилактические беседы. На сегодняшний день у управления по делам молодежи на учете состоит 42 человека. 34 подростка сняты с профилактического учета. На территории муниципального образования действует сеть досуговых клубов по месту жительства и 24 подростково-молодежных клубов. По состоянию на 1 сентября 2013 года клубы посещают 1361 подросток. Из них 16 несовершеннолетних состоят на межведомственном учете. Все клубы оснащены видеотехникой, что регулярно позволяет проводить интерактивные мероприятия. Еще один доклад от исполняющей обязанности начальника управления образования Нины Филофеевой. В школах сформированы программы профилактики наркомании, в соответствии с которыми разработан план профилактических мероприятий. В каждом образовательном учреждении за организацию этой работы назначены ответственные лица. Большое внимание уделяется школьникам, состоящим на учете. Всего состоит 148 подростков. Из них 82 по ПДН, 66 на внутришкольном учете. Мэр города Сергей Сергеев поручил руководителям образовательных учреждений собрать информацию, сколько их подчиненных имеет вредные привычки. Если классный руководитель кури, особенно женщины, то поверьте, процентов 80 девчат из этого класса будет дружить. Класс 7-8. Потому что они, большинство из них, будут заглядывать в среду. И не привлекают авторитеты. Поэтому проведите работу и проведите работу среди них. В завершении глава НАПА Сергей Сергеев предложил на последующее заседание антинаркотической комиссии вызывать анапчан, совершивших правонарушение наркотической направленности и административные правонарушения, стоящих на учете наркоманов, а также ответственных руководителей учебных заведений, участковых, квартальных. Проводить подобные мероприятия необходимо максимально открыто. Тогда и эффективность их будет значительно выше. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Продолжаем выпуск новостями с Сахалина. Анапчане сняли свое путешествие от Анапы до самого восточного острова Азии. Премьера фильма прошла в Центре культуры Родина. Друзья Алексей Холодов и Евгений Сушников в мае отправились на полный загадок и тайн остров Сахалин в поисках приключений. Путешествовали исключительно автостопом, чтобы найти живые фактурные истории. Ведь главные герои фильма – это люди, случайные попутчики. За время путешествия авторы фильма проехали на север острова, посетили несколько из десятков городов и сел, побывали на маяке, приняли участие в походе на внедорожниках, сплавились по реке, не раз ночевали в палатках на океанском побережье, снимали фильм любительской камерой, а в саундтрек фильма вставили композиции местных авторов. Все думают почему-то, что это документальный фильм. Это не совсем документальный фильм. Это дорожная история, и она не о Сахалине. Она просто снимается с Сахалине. Она больше о дружбе, о творческом поиске, о взаимодействии между людьми, о романтике океана и путешествии в принципе. То есть в принципе это такое общее кино, ну, road movie, можно так сказать. Картина стала первым проектом молодежного объединения Hold My Hand, в которое входят представители города-курорта Анапы, Москвы, а также Лос-Анджелеса, США, Канады и Казахстана. Билеты на фильм распространяются бесплатно в магазинах Анапы. Показ «Сахалинская Одиссея» будет проходить до 8 сентября в Центре культуры Родина. Информация от Анапского техникума, торговли и обслуживания. Идет прием в группы обучения по специальностям. Технология продукции общественного питания, техник-технолог, повар, руководитель предприятия общественного питания. Начало занятий 1 октября по мере комплектования группы. Дополнительная информация по телефону 8 918 178 35 12 и по адресу Станица Анапская, улица Ереванская, 35. И к другим темам. В городах и районах края зафиксированы случаи мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками пенсионного фонда. Отделение пенсионного фонда России по Краснодарскому краю сообщает, сотрудники не проводят консультации жителей на дому. Прием граждан проводят в территориальных управлениях в городах и районах Кубани. В отдаленные населенные пункты выезжает мобильная клиентская служба. Объявления о работе мобильной клиентской службы размещают заранее в администрациях районных селений. 7 и 8 сентября в этнографическом комплексе «Тамань» пройдет краевой праздник фестиваль фольклоры и национальной культуры «Легенды Тамани». В этом году тема фестиваля – «Казачья свадьба». Гости познакомятся с обрядами, танцами, песнями, смогут увидеть сборы невесты. Среди гостей казачьей станицы – знаменитые герои свадьбы в Малиновке. Папандополо, Яшко-артиллерист и Трендычиха. В «Атамане» соберутся ведущие творческие коллективы края – кубанские казачьи хоры, артисты премьеры и Краснодарской филармонии. Во время фестиваля Анастасия Заволокина со своей командой будет снимать очередной выпуск программы «Игра и гармонь». Организаторы фестиваля обещают буквально на каждом шагу кубанские угощения. Выпечку, наваристую кашу, сальце с дымком, борщ и вареники. Приехавшие на фестиваль в народных костюмах на праздник смогут пройти бесплатно. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров – салона магазина изделия из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и салона магазина подарков «Важная персона». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы новости – салон «Важная персона». Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона, важно, что ты есть. В субботу 7 сентября в Анапе облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов, ночью до плюс 17. Ветер западный – 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Воскресенье, 8 сентября в Анапе малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21 и плюс 18 градусов ночью. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 21 градус. Далее блок полезной информации от партнеров программы торгово-развлекательного центра «Алиса» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Увидимся в понедельник в то же время на канале «АНАПа. Регион». До встречи! А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Продолжение следует... Клуб «Симон»… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова